У меня было огромное желание вернуться домой, увидеть сына. В 60 лет бы пришел, кого бы я увидел? Да никого. То есть я бы всю жизнь там провел. Да не было слов, просто кинулись друг к другу навстречу и все. Ну, по сути, два года не было, были, ну, виделись только через стекло. Здесь вот он, он стоит и передо мной, и насовсем, и навсегда. «Жди меня, и я вернусь» – эти строчки и стихотворения Константина Симонова, написанные Великую Отечественную войну, как нельзя точно попадают в историю Сергея Сиренко и его супруги Маргариты. В 2021 году мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за контрабанду и продажу приправы для булочек кондитерского мака. Вы не слышите? Я хочу сказать, если судебное заседание будет продолжаться в таком же духе, нарушаться права мои, я обрету бессрочную голодовку, я не буду ни кушать, ни принимать никаких лекарств. Вот это уголовное дело было сфабриковано. За громкой историей следил весь Алтайский край. Сегодня к Сергею Сиренко вновь приковано внимание телекамер. Вот только повод куда приятнее. Мужчина вернулся к семье. Жене и маленькому сыну спустя два с половиной года после приговора. Мы постоянно ставили иконку, вот эти вот всякие вот штучки. Это тут все тоже я привез из бахмута. Вот эти вот вещи. И все, и как бы молились там. Лагерную одежду Сергей сменил на военную форму. Весной прошлого года подписал контракт с Министерством обороны и отправился на специальную военную операцию. Прошел обучение на полигоне, возглавил штурмовое отделение. В его подчинение было больше сотни осужденных со всего Алтайского края. Кто-то заболел, надо найти доктора. Кто-то там, кому-то спать негде, надо его куда-то устроить. Кто-то там не доел, кто-то не допил. То есть вот такие вот все, ну полностью быт. И сплотить как бы коллектив. Ну я за своих могу сказать, что все пацаны молодцы. То есть у нас вернулось как бы много. Я считаю, что много. Сергей сам был дважды на волоске от смерти. В Маринке попал под авиаобстрел. В Бахмуте подорвался на Мини. 17 августа мы подорвались с сапером на МОН-50 на Мини. То есть ему оторвало правую ногу по колено, правую руку сломало. Она висела только на этих, ну тоже практически оторвало ее. На мышцах там висела, на сухожилиях. Ну весь, конечно, он обожжен. Он присел, и получается, что он присел, он закрыл мне ноги. А так как мы очень близко стояли, осколки начали подниматься, и посекло мне только руки. То есть это прям осколки? Ну да, вот он у меня, вот он его видно. Вытащили один, который мне в локте мешал руку сгинать. Вот его вытащили. В сентябре у Сергея закончился контракт с Минобороны. Ему вручили едва ли не главный документ в жизни – справку о помиловании за участие в СВО. Военным бортом мужчина полетел домой. Это было 4 утра 24 сентября. Естественно, ночь. Естественно, сплю, слышу такой прям громкий стук в дверь. Мила, я одна дома была. Подхожу, спрашиваю, кто. Тишина. Дверь открываю, он стоит у меня, аж сердце упало в пятки. И я, во-первых, даже сказать ничего не смогла. И, ну, у меня просто до речи пропал. Ну вот. Было настолько неожиданно, что прям слов не было. Домой Сергей вернулся похудевшим. С 90 до 60 килограммов. Постепенно мужчина возвращается в прежнюю форму. Много времени уделяет семье, особенно сыну. Который хоть и сразу узнал папу, но все же немного отвык. В планах у воссоединившейся семьи достроить дом, организовать общественный совет по поиску пропавших без вести в зоне СВО. А на вопрос, о чем Сергей мечтает больше всего, отвечает, что у него уже все есть. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.